Я хочу... Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу поблагодарить за возможность принять участие в этой конференции. Я человек, наверное, самый последний, кто проникся темой Арбели. Совсем недавно, я относительно недавно пришла работать в Институт физиологии и сразу поняла, что в нашем Култерском отделении есть несколько персон, о которых всегда стоит вспоминать. Павлов – это, конечно, наше всё, но за Павловым были действительно блистательные его ученики, целая прияда замечательных людей, которые оставили очень большой след и в науке, и вот в Култершах, как в населённом пункте, потому что буквально каждый день мне приходилось сталкиваться с теми туристами, которые приходят наши местные люди и начинают рассказывать какие-то свои очень личные истории про связь с институтом, про связь с теми людьми, которые работали. Конечно, от Павлова прошло уже очень много лет, и тех людей, которые лично знали Павлова, практически уже я с такими не сталкивалась. А вот Леона Абгарыча Арбели, он в наших Култершах действительно оставил такую огромную себе память, память как в качестве потрясающего руководителя, талантливого руководителя, очень заботливого. И во многом сегодняшний вид наших Култерши и то, что мы прошли путь от биостанции, образованной при Институте экспериментальной медицины до крупного института физиологии, во многом это заслуга и того периода, когда руководил в Култершах Леона Абгаровича Арбели. Действительно, в нашей стране парадоксальная история, и вот время директорства Леона Абгаровича выпадает на очень сложные годы. И я, когда готовила это сообщение, вот у меня такой вот для себя вопрос поставил, а что же произошло в Култершах за этот период? И на самом деле я с таким большим достаточно трудом могла вспомнить вот те здания, какие здания появились у нас в этот период. Но оказалось, конечно, все намного интереснее. Вот после кончины Павлова приходит в Институт Леона Абгаровича Арбели, ему предлагают занять практически все посты, на которых стоял Иван Петрович Павлов, за исключением руководства физиологическим отделом в Институте экспериментальной медицины. Но вот биостанцию он возглавит. И, по сути дела, 1936 год будет таким очень важным моментом, когда Институт экспериментальной медицины и биостанция немного будут отдаляться друг от друга, и это отдаление будет происходить сознательно, потому что Леон Абгарович Арбели видел в биостанции продолжение идей Павлова, но смотрел на цели, ради которых была когда-то построена биостанция, организована намного шире, что это изучение не только высшей нервной деятельности, но и изучение высшей нервной деятельности тем иными методами. И как раз свое понимание он сформулировал в одной из статей о значении работах физиологического института и биостанции, сформулировал задачи, которые стоят перед институтом физиологическим, который он возглавил, и перед биостанцией. И во многом он, конечно, расширяет сферу исследований, он уходит от методики условных рефлексов, он считает, что нужно искать новые методы, новые формы работы, разрабатывать новые тесты и не заниматься, как он говорит, не голой генетикой, а поиски корреляции между типами нервной системы и другими особенностями организма. И здесь он ставит задачу расширить спектр тех экспериментальных животных, с которыми будет идти работа, и, естественно, привести новое направление, это эволюционная физиология. И он принимает биостанцию, когда на ней работает чуть больше ста человек, и в основном это два отдела, две части – это лаборатория генетики высшей нервной деятельности и лаборатория физиологии и патологии ВНД. При биостанции была уже тогда действовала клиника, где проводились работы с человеком, с изучением психологии человека, и, конечно, существовало большое подсобное хозяйство и питомник для разведения экспериментальных животных. Но вот уже начиная в 1938 году Арбели меняет структуру биостанции, он приглашает несколько лабораторий переехать в Колтуши и, конечно же, организует два крупных отдела – отдел высшей нервной деятельности и отдел эволюционной физиологии. На начало его деятельности все лаборатории были очень небольшие по своему количеству научных сотрудников, где-то было 2-3 человека, и практически все эти люди были, так скажем, многостаночниками. Они работали и в физиологическом институте, и работали на биостанции. Многие из них являлись еще преподавателями военно-медицинской академии. То есть вот здесь очень хорошо можно проследить связь, которую Арбели предлагает, что не только заниматься фундаментальной наукой, но, конечно, у фундаментальной науки всегда должна быть прикладной. Если два научных заведения – биостанция и физиологический институт – это фундаментальная наука, то вот те разработки, те идеи, которые возникают здесь, они могли бы реализовать себя именно на кафедре военно-медицинской академии, где он был начальником. И этот период будет период такого бурного развития, резко увеличивается количество лабораторий, и поэтому всем становится понятно к 1939 году, что биостанция уже переросла себя, и она превращается в научно-исследовательский институт сравнительной физиологии ВНД. Ей присваивается имя академика Паула, но уже вскоре, в декабре этого же года, она будет перевинована в Институт эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности. Именно в этом названии сказано всё, чем будет заниматься институт на протяжении нескольких лет. Но, естественно, такие грандиозные планы по развитию научной деятельности, они не могли не сказаться на том, что биостанция должна расти и превращаться именно в институт, где будет создана материально-техническая база для работы многочисленных учёных. И поэтому, получив биостанцию в наследство от Павлова, первые несколько лет Арбели занимается достройкой биостанции, заканчиваются те планы, которые были разработаны ещё при Иване Петровиче Павлове, их реализация, строится большой комплекс виварьев, но вот научных лабораторий катастрофически не хватает. И вот с переездом одной из лабораторий нам в Коутуше, здание, которое было предназначено вначале для гостиницы, оно будет перепрофилировано уже на моменте своего достроительства, так скажем, в здание новой лаборатории. И вот два наших здания исторических, они здесь вот перед вами, но этих помещений всё равно не хватает, и в скорости будет принятие дом Павлова, который был построен к 1937 году, уже принят в эксплуатацию, понимают, что семья Серафима Васильевна не будет пользоваться этим домом, а будет жить в Коутуше, в других помещениях, и этот коттедж тоже занимают под, соответственно, научную деятельность. И вот здесь вот к 1939 году возникает идея заняться глобальным строительством на территории нашего поселения, уже села Коутуше, села Павлова, вернее, деревня Коутуша, она и до сих пор деревней остается, а вот тут Табиастанца в 1936 году была переименована в село Павлова, и здесь возникает вот этот городок. Активным помощником в те годы Леону Абгаровичу, и точно так же, как в своё время он помогал Ивану Петровичу, является наш архитектор Иннокентий Фёдорович Беспалов. При его активном участии разрабатывается новый план строительства. И вот я вот хочу показать то, что, наверное, стало бы украшением когда-то Коутуши. Вот он именно предлагает начать строительство, строительство новых корпусов, в которых будет располагаться лаборатория. Вот, в частности, так могла бы выглядеть лаборатория эволюционной физиологии, которую предлагают построить Беспалов в эти времена. Далее идёт перепланировка. И вот если бы состоялось то, что планировали эти два великих человека, Арбели и Беспалов, наверное, на Коутуши выглядели совершенно по-другому, в другой стилистике. Продолжалась бы эта стилистика, и даже главная улица пошла бы не так. Вот здесь вот немножко такая выкопировка плана. Хотели развернуть совсем по-другому корпус, что он был продолжением вот этой улицы, кто был в Коутуши, где находятся коттеджи, где находится старая лаборатория. И в 1939 году, после таких долгих обсуждений, принимается один из таких первых генеральных планов строительства в Коутушах. Автором его будет Иннокентий Фёндорович Беспалов. И, соответственно, здесь планируется очень много сделать. Но для таких больших, грандиозных планов нужна земля. И вот несколько лет, в 1939-1940 год, были потрачены на то, чтобы найти возможность присоединить новые земли к биостанции, к институту. И был поиск ресурсов материальных. И эти проблемы были решены, вот так случается, в 1941 году. В 1941 году хотели приступить к реализации этого генерального плана, но случается Великая Отечественная война, которая ставит свои задачи, и вся наука будет перестроена под задачи военного времени. И вот в этот очень сложный для страны период здесь оказываются опять-таки уникальные качества Леона Абгаровича. Он в это время не может оказывать большое внимание Коутушам. Он часто уезжает в командировки. Он занимается эвакуацией медицинских и биологических учреждений из осаждённого Ленинграда. Он разрывается между Москвой, Казанью, Алматой, Коутушами. Но вот здесь вот его талант – видеть людей, видеть тех людей, которым можно оставить, доверить, доверить это большое хозяйство для того, чтобы оно выжило. А действительно, в Коутушах была к тому времени создана уникальная база животных, банк животных. И эти животные, они представляли для науки огромный интерес. Но самым таким всегда обычно красиво говорят об обезьянах. Да, в этот период у нас проживал человекообразная обезьяна Рафаэль, самая знаменитая, которая в ноябре 1941 года по льду Ладожского озера в термостате будет эвакуирована в Казань. Но кроме Рафаэля ещё существовали 13 небольших обезьян, мелких обезьян. Это были павианы, макаки. И вот эти обезьяны тоже должны были выжить, либо их с ними надо было что-то делать. И они жили у нас на биостанции до 1942 года. Их удалось сохранить. И в 1940 году, как вспоминает Алексей Валентинович Войн-Исенецкий, они были эвакуированы в Москву, переведены в Москву. Но ещё оставались генетические стадо животных. Это были прежде всего собаки, на которых начинается исследование ещё в Павловскую эпоху по созданию стад по типам нервной системы. И вот эта работа генетическая, она была очень важна, потому что все мы понимаем, что собака – это не мышь, это не муха, которая живёт несколько суток. Собаки живут долго. Для того, чтобы вывести собак по определённым качествам нервной системы, нужны годы. И если уничтожить это стадо, уничтожится колоссальная довоенная работа. И вот в этот период, оставляя на биостанции в качестве такого руководителя, администратора, нашего архитектора Иннокентия Фёдоровича Беспалова, Арбели, конечно, был прав, что этот человек он сохранит. Ему удалось добиться пайков для собаки. Настолько была организована работа на биостанции, что порой отказывались от тех вещей, которые поступали централизованно. Биостанция и наш институт справлялся своими силами. В этот момент вся территория была превращена в огород, и очень много выращивалось культур, которые шли потом на то, чтобы поддержать это генетическое стадо собак и стадо, такую популяцию мышей, которые тоже к тому времени были выведены. Но, конечно, в первые часы блокады, когда стало понятно, что будет нелегко, Леон Абгарович Арбели выпускает приказ по институту, довольно-таки жесткий, увеличить количество острых опытов. И вот те собаки, которые в первые годы, собственно, в первые месяцы войны пошли на острые опыты, они стали кормовой базой для оставшихся. И таким образом удалось сохранить именно 19 самых ценных животных. Точно так же было сокращено поколовье и кроликов, и крыс, но, тем не менее, основную массу удалось сохранить в эти тяжелейшие годы. Но вот напасти Великой Отечественной войны вызовы свои. И особенно, наверное, важно сказать, что в этот период наши плотыши тоже в кольце блокады. Это и сохранение, важно было материально-техническую базу. Уехали в Казань, но от эвакуации отказываются 71 сотрудник биостанции. Из них 8 человек, научных сотрудников, которые активно продолжают работу. Работу направленную и уже на решение проблем военного времени, и на решение тех проблем, то есть проблематики, которая начиналась еще в довоенный период. И здесь, конечно, вклад института нашего, он великий, потому что здесь удалось организовать работу в условиях блокады, в условиях строжайшей экономии всего, чего возможно, и при этом еще оказывать существенную помощь тем военным подразделениям, которые шли через наши колтыши на Невский пятачок. Мы часто забываем, что в 10 километрах от колтыши идет дорога жизни, по которой эвакуировалось мирное население, а через наши колтыши шли военные подразделения. И вот здесь в колтышах у нас они останавливались для того, чтобы пополнить запасы воды. Водопровод тогда не действовал. И во время войны по поручению Беспалова были снова введены в работу новые артезианские скважины. 7 скважин работало на территории нашей биостанции. Это чистейшая вода, которой можно было заправить запасы. Работали все наши технические службы материальные. У нас была база хорошо развита до войны. Работали вещи, которые связаны с ремонтом техники. И очень большую роль, конечно, как бы сказала, такая утилитарная вещь на нашем бане. Небольшая поселковая баня работала в круглосуточном режиме. Военные, которые приходили в колтыши, они могли помыться, им будет оказана вся необходимая помощь. Ну и, конечно же, в годы Великой Отечественной войны к нам усиливалось количество беженцев, которые бежали от Невы в нашу сторону. И у нас здесь располагались несколько госпиталей. И наша школа, Тышская школа была задействована. Ну а дети оставались. И вот эти дети учебный процесс не прервали. Разместили школу в одном из помещений института физиологии. И наши ученые были там преподавателями. Очень большое. Я вот нашла в архивах интересные записи, где РАНО предъявляет большую благодарность Воскресенской, которая работает учителем естествознания. Сам Беспал проводил уроки черчения и рисования. Евгений Михайлович Ганники преподавал химию и физику в это время. Говоря о Ганнике, это уже далеко не молодой человек, который отказывается от эвакуации, продолжает активно работать. И в этих условиях действительно биостанция не только выжила, она жила, она давала полноценные результаты научные. И все научные чтения, которые проводились в годы Великой Отечественной войны, посвященные Дню рождения Павла, такие павловские встречи, на всех абсолютно в 42-м, 43-м, 44-м году принимали участие сотрудники и делали научные доклады. Ну и, конечно же, вот неоценимый вклад в работу в госпитале внесли наши сотрудники. Они подготовили средний и младший медицинский персонал и сами активно работали, помогали врачам и собирали при этом ценнейший материал, потому что один из наших госпиталей, он специализировался в черепно-лицевой хирургии. И вот те травмы боевые, которые были получены бойцами, они анализировались и потом вошли, в общем-то, были описаны в научных трудах нашего института. Ну вот в послевоенное время внесло свои вещи, свой какой-то распорядок. Но в 1944 году возвращается, можно сказать, в Коутыше более-менее мирная жизнь, институт постепенно возвращается из Казани, продолжается активная работа, и здесь сталкиваются с большими проблемами. Вот опять-таки восстановить поголовье животных, которые исчезли, привлечь новые кадры. И вот здесь вот опять-таки проявляется уникальная способность Леона Аббаровича находить эти кадры, находить, убеждать, приезжать к нам в Коутуше. И вот хочется вам показать такую вот прияду замечательных людей наших. В последующие годы, в 70-е, 80-е годы, все эти люди остались, ну практически все остались работать в нашем институте, стали заведующими лабораторией. И вот несколько таких удивительных историй хочу сказать Анне Александровне Рокотовой, она еще до военное время закончила медицинский институт в Москве, являлась военным врачом, прошла всю Великую Отечественную войну, и после войны приехала, вернулась в Москву, работала в Институте медицинских проблем авиационной медицины, и вот получает приглашение в конце 40-х годов приехать в Коутыше. Представляете, человек, живущий в Москве, в столице, уже имеющий большой опыт, собирающий заняться научной деятельностью, решает приехать в деревню в Коутыше под Ленинград для того, чтобы продолжить свою научную карьеру, потому что она верила Леону Абгаровичу, она понимала, что здесь можно сделать карьеру, здесь будет новая жизнь науки. И она не ошиблась, она приезжает сюда. Именно в это время, в конце 40-х годов, восстанавливается наша работа в антропойнике. Мы снова закупаем щейкообразных обезьян, и вот первым человеком, одним из первых людей, которая тоже работала в этой сфере, водит Нина Александровна, но которая впоследствии решит сделать такое предложение организовать лабораторию физиологии движения, и долгие годы будет возглавлять с успехом эту лабораторию. Также в эти времена придут и другие молодые ученые, которые в годы Великой Отечественной войны, буквально перед войной кто-то успел защитить диссертацию, кто-то не успел, но ушли на войну и возвращаются сюда, в институт, вот эта молодая кровь, которая впоследствии станет таким цветом нашего института. И, конечно же, в послевоенные годы опять проблемы, опять нужно восстанавливать то, что потеряно с войной. Приоритеты в послевоенные годы были расставлены, что сначала мы восстанавливаем сельское хозяйство, промышленность, а потом уже занимаемся наукой. Поэтому опять-таки те планы, о которых мечтает Леон Абгарович превратить в крупный научный центр, они уходят на второй план. В 40-е годы только удалось построить достаточно много жилых домов, а вот эти научные учреждения, продолжение лабораторий как раз не удается. Хотя у Леона Абгаровича были такие очень крупные проекты по строительству в колтышах, хотели сделать пристройку к старому корпусу, хотели сделать еще несколько новых корпусов, но и главное, хотели построить большой психоневрологический центр для лечения людей с такими патологиями. И вот здесь опять-таки в конце 40-х годов уже Иннокентий Федорович, как говорится, был не столь молод, но при его участии разрабатывается еще один генеральный проект переустройства наших колтышей, всего института. И этот проект включал в создание как раз большой психоневрологической клиники, больших парковых пространств, потому что точно так же, как и Пауэр, то же самое и Арбели считал, что ученые должны работать и жить в комфортных условиях, и комфорт – это не только лаборатории, это не только хорошее жилье, но это еще окружающее пространство. Они должны гулять парком, дышать чистым воздухом, и это будет вдохновлять их на новые, как говорится, трудовые подвиги. Но вот, к сожалению, опять-таки вот эти 40-е годы, когда в приоритете совершенно несколько другие вещи с точки зрения государства, Леон Абгарович принимает массу попыток попросить, чтобы нам дали возможность отстраиваться. И он обращается в письме к Молотову с просьбой о том, что к столетию со дня рождения Ивана Петровича Паула в 1949 году давайте начнем строительство больших колтышей. Это будет действительно хорошим памятником великому ученому. И к этому времени надо сказать, что наш институт превращается такого крупного, я бы сказала, землевладельца. Идут навстречу Леону Абгаровичу, дают очень много территорий, восстанавливаются те вещи, которые все-таки в годы Великой Отечественной войны не удалось сохранить. А это у нас до войны в окружении наших колтышей были еще два питомника для мелких животных в небольших деревнях Пундулова и Хервости. Вот эти два питомника, они восстанавливаются уже после Великой Отечественной войны, опять снова и вокруг колтышей институт действительно будет иметь градообразующее значение, потому что абсолютное большинство людей, живущих в деревнях, это сотрудники института, это помощники, это технический персонал, и вокруг формируются огромные угодья. Институт будет владеть большими… пять участков земли будут, в которых входить будут и пашни, и выпасы, и сенокосы, потому что опять-таки новый план – построить еще один корпус, где можно будет заниматься физиологией сельхозживотных, где можно как раз добавляется… Вот хотели добавить корпус, где будет заниматься физиологией сельхозживотных и хотели добавить несколько лабораторий, где будут заниматься изучением морских животных. Большие аквариумы планируются построить. и значительно расширить спектр животных, которые могли бы существовать на биостанции. Вот, например, как раз в это время, ну, кроме сельхозживотных, у нас очень было, оказывается, много экзотических, это были и черепахи, и крабы, большое количество моллюсков было, хотели сделать специальные помещения, где можно содержать лис, янтовитных собак, ежей, различных грызунов. Вот как раз Леон Абгарович еще довоенное время понимает, что эволюционная физиология, она должна изучаться на как можно большем спектре животных, и у нас большое значение уделялось лаборатории, связанной с изучением насекомых. Много интересных насекомых у нас появляется, и одна из таких интереснейших лабораторий, это лаборатория орнитологии, где изучались условные и врожденные рефлексы и приобретенные рефлексы на разных видах птиц, и как раз послевоенное время были интересные планы по строительству большого орнитологического комплекса у нас в Котушах на озере для водоплавающих и других птиц. То есть вот идеи были грандиозные, но вот, к сожалению, 50-й год, то время, когда на Леона Абгаровича сваливается куча неприятностей, а часть эти неприятностей, может быть, были и с тем, что у нас в Котушах идет развитие генетики, как одно из таких питовых наук, и Леон Абгарович, несмотря ни на все, видит, что этим направлением надо заниматься и пытается спасти генетику, и многие люди как раз появляются у нас именно в Котушах благодаря Арбели. Вот Михаил Ефремович Лобашов здесь у меня на фотографии показан, долгие годы он у нас работает в Котушах, у нас даже такая вот была небольшая деревня, Лобашовка называлась, где были все вот эти экспериментальные животные, с которыми занимались как раз вопросами генетики. Но генетики – это такая отдельная уже интересная история. И вот в конце хочу небольшую такую тоже чисто человеческую вещь, связанную с семьей Арбели. Вот сегодня, когда приходят академики, мы всегда так тоже с почетом к ним относимся, но вот Леон Абгарович и его семья действительно были людьми, которыми можно было спокойно подойти, пообщаться. И вот одна из внучек тех сотрудников, которая у нас работала, передала нам такую в музей небольшую записочку. Эта записочка написана рукой жены Арбели, которая просто благодарит повара за то, что он все лето кормил их домашними обедами, как домашними обедами. Вот сегодня, наверное, трудно представить, что какая-нибудь жена высокопоставленного чиновника может так просто написать письмо, записочку и от души поблагодарить. И вот как раз такая вот широкая натура, очень доброе отношение к людям, она как раз то, что берегут в Котушах, что сегодня, приходя многие люди в музей, именно говорят о Леоне Абгаровиче как потрясающем человечном человеке, к которому можно подойти со своей какой-то проблемой. Если мог, он ее всегда решал, помогал и никому не отказывал. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Лариса Евгеньевна. Да, вот настолько многогранен был этот человек, что, видите, не устает узнавать все новое и новое. И все это укладывается в одно, в потрясающее качество. И, как кто-то сказал в одном из предыдущих семинаров, никак не удается найти того, кто рассказал бы, чтобы хоть кто-то отозвался негативно на Леоне Абгаровиче. Коллеги, у нас действительно был предусмотрен вопрос, что если есть, то можно успеть задать. Да, пожалуйста, только и, пожалуйста, микрофон. Все-таки микрофон, я очень прошу. Можно, но, более того, намного распределогали это сделать. Надо как-то это... Давайте, наконец, это сделаем. Да, давайте, наконец, это сделаем. Хорошо, принято. Спасибо большое. Коллеги, давайте мы...